Всем привет! Купил себе кофту Milwaukee Она идет с подогревом На батарейке И вкратце хочу рассказать Особенности данной кофты Начну с гарантийного случая На нее идет гарантия Один год на саму кофту В случае не механических повреждений То есть где-то разошелся шоу Либо перегорели тенны Испортилась змейка Это все меняется без проблем То есть приходите в магазин и вам Грубо говоря дают новую кофту На батарейку и зарядку 2 года гарантия Ребята Когда я снимал этот ролик Я потратил очень много сил Поэтому я вас прошу поставить лайк И подписаться Огромное спасибо заранее Что идет в комплекте с данной кофтой Это сама кофта Одна батарейка на 2 ампера Зарядка и вот такой переходник С провода на батарейку Здесь два греющих элемента Один спереди на груди И второй сзади на спине В районе легких У него есть 3 режима мощности На 2 амперной батарейке Если на максимальном режиме на троечке Данная кофта работает до 2 часов На среднем положении 4 часа И на минимуме 8 часов Беспрерывной работы То есть греют данные элементы Батарейка находится сбоку Ближе к спине Поэтому она не мешает работе Не мешает передним карманам То есть в целом вещь отличная Я еще ее не испытывал Но по отзывам, по советам моих друзей Очень классная штука Сейчас более детально пофотографирую И прикреплю фотографию Чтобы все увидели комплектацию И характеристики Что касается цены Давайте проведем викторину Поставьте на паузу, пожалуйста, ролик Напишите в комментариях Сколько может стоить в Канаде данная кофта Ну и я скажу Думаю все уже написали, да? Данная кофта С учетом налога Вышла 230 канадских долларов Чек Также прикреплю к ролику Ну а теперь посмотрим комплектацию Что внутри Я ее уже открывал Мерил в магазине Но для вас сделаю Как будто это первый раз В комплекте Чек-чек в комплект не входит Здесь идет Небольшой каталог Перечень Самого популярного Инструмента Милвоки Инструкция по эксплуатации Данной кофты Ну и естественно Сама кофта Кофта размера M То есть Вот так вот она выглядит Брендовая нашивка Это включить-выключить Поменять режим Батарейка Вставляется сбоку Здесь вот такой провод И Подсоединяются переходники Дальше уже батарейка Что касаемо зарядки Не подготовился к ролику Не вязал нож Батарейка На 2 ампера Вот так вот выглядит Она же сразу идет С переходником То есть вот сзади подсоединяется провод Дальше Батарейка И все это прячется В карман Не знаю Заряжена ли батарейка Да Батарейка заряжена Кофта Сразу начала работать На максимум Нагрев Полностью Все поверхности Идет за 45 секунд Можно менять режимы И долгим нажатием Кофта отключается Также Инструкция По эксплуатации Батарейки И зарядки Думаю Она мне не нужна Еще одна зарядка В комплект Так как Инструментом пользуюсь Мелвоки И зарядок Достаточно много Зарядка С американской вилкой Естественно Так как находимся Мы в Канаде И она работает От 115 вольт Вот так вот Сейчас померяю И продолжил ролик Кофта Как я ранее говорил Размера М Я ее включил Снимая ролик Мне уже немножко жарко Еще раз покажу Регулятор Сейчас она на полную Одним касанием Это уменьшается Мощность Долгим нажатием Выключается Полностью Выключи Потому что Действительно жарко В середине Греющая поверхность Находится вот здесь Ну Соответственно И здесь И на спине То есть Отлично В ней есть капюшон Почему он выбрал кофту А не курточку Которая как бы Водонепроницаемая Там защищает От мелкого дождя В курточке Милуоки Нет капюшона А как бы Когда пронизающий ветер Капюшон помогает А сверху можно Ныкинуть жилетку Плюс дополнительное Сбережение тепла Ну и в целом Кофта Более комфортна к телу Городный комфортный Что касаемо стирки Я уверен Что у многих Есть такой вопрос Стирается Она максимально легко Отключается Наша батарейка Закрывается карман Где кладется батарейка Чтоб не повредился провод В машинке И стирается Как обычная вещь То есть Высокие Малые обороты Не важно Температура Которая подходит Для ткани Здесь 47% Катона Если не ошибаюсь И второй компонент Не помню Но на Фотографии Я думаю Будет видно В целом все Поэтому ставим лайк Подписываемся на канал Пишем Свои комментарии Оцените кофту Будет Важно знать Ваше мнение Всем спасибо До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»